Продолжение следует... 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 Ну, субботу, вечером и воскресенье, это само собой, воскресенье. Я предлагаю так, как вы решите, это ваше дело, я вас не насилую. Но лучше так, субботу вечером и воскресеньем утром вы помолитесь, как обычно, воскресная служба. А в понедельник вечером, на конуне Рождества, я бы советовал сходить по храмам, где там служба. Там даже не понедельник получается вечером, а воскресенье вечером. А в понедельник утром, в обычное время, собрались все здесь, уже на праздничную, рождественскую молитву. Вот так вот сделайте. Дальше вы решите сами, как, если вам это не подходит, то сделайте, как вам будет угодно. Что-то в том году вы решали, что ночью будем... Да нет, ночью не надо. Не надо ночью? Не надо ночью. Ночью, во-первых, это и добираться. Все вы... Какие? Кто здесь? Ты приедешь на машине, ладно. А остальные идут. Сегодня, говорит, говорила Маша, она знает, что каждый день в Барнаулю поступает травмпункт больше 20 человек. С переломами рук, ног, сотрясением мозгов и прочее. Дорога-то плохая. Обычно, говорит, это делается на остановках. Так я вчера смотрю на остановки, а везде это остановки посыпано песком там или залой какой-то они посыпали. Поэтому не надо ночью, я просто прошу вас, не надо ночью вам. А то вы здесь потом, я не успею и буду каждый день ездить по 5 человек. А вы когда подъедете? Ну, я сообщу, там подъеду, как буду, там, может быть, наверное, там, видите, будет 13-ое воскресенье. На крещение, наверное, крещение у нас будет в субботу. А, он как хорошо. В субботу. Я на пятницу приеду вечером здесь, значит, как всегда, вечером здесь, а утром я уже там освещаю. Ну, сделаем, я позвоню, тогда договоримся. На крещение. Еще какие вопросы? Батюшка, минуты на три, задержу только. Вот сейчас повезешь брату нашему больному, врачу, краевой больнице, отвезешь этот материал, который он дал. Я с детства боялся, когда я умру, меня будут резать. Оказывается, есть закон, который можно применить. И вот он здесь пишет, в какую службу? В систолизированную службу по вопросам похоронного дела. Несколько строчек. Я такой, это все мои данные. И потом, волеизъявление о достойном отношении к телу и памяти после смерти. А первый пункт начинается. Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ такой-то. Изъявляю волю и погребение моего тела после моей смерти, заключающее со следующим. Первое. Тело мое не может быть подвергнуто патологоанатомическому вскрытию и не может быть кремировано. После смерти не разрешаю забирать необходимые органы или ткани из тела для службы здравоохранения и прочее. И вот целый пакет он дал, я просчитал. Там могут только тогда, когда, если носительная смерть была, то тогда уже здесь это будет обязательно вскрывать и все. Если носительная смерть, убили там или что-то, тогда уже... Понятно. Он сказал подготовить, я распишусь. Ну, при близлых смерти... Ему отдать. Ему, Виктор Андреевичу, куда ты едешь. Второе. Я получил письмо, которое ты привез вот в этом конверте, батюшка. Ну, ладно. Строчки только, последние. Вот, считаем последние строчки здесь. Ну, смотри, я бы желал, Игнатий, чтобы... Ты это письмо выставил в интернет, но думаешь, что и ты этого не сделаешь. Ты это считал, благослови, просчитатель. Ну, постой, выставить ее в интернет. Это твое дело, я к этому не говорю, не надо. Ну, все, да? Ну, все, значит, в курсе дела. Как хотите вам, если больше нечего сказать, занимайтесь читать письмо. Больше нечего сказать. Ответ какой? Вот как раз то, что и есть, что сказать. Когда нечего сказать, это беда. А чтобы что-то сказать, нужно учиться всю жизнь. Очень важное письмо получил я. Вот. Я пока здесь уберу немножко, чтобы вам было видно. За этим будут другие вопросы накопились. Как раз мы подведем черту в этом году. Значит, если по тетрадным листикам брать, ну, школьная тетрадь, она вот такая вот, листик. Это 14 страниц. Батюшка вчера принес это, привез из Потеряевки, выводил. Если возможно, то чуть-чуть дайте ему место. Сидите спокойно, вот так. Я пока одну буду читать, а остальные эти, как-то, как он скажет, даст сигнал, вот это вот фотографируй. Полностью, медленно, чтобы можно было читать. А я другое дам. И попрошу брата прочитать. Громко раздельный, где красным подчеркнут, останавливайся. Я буду давать небольшие комментарии. Тебе почерк знаком, нет? Ну, я знаю, от кого письмо. Ну, знаю, значит, почерк знакомый. Почему я его избрал считать четко, ясно? Это просьба того, кто прислал, чтобы я это письмо выставил в интернет. Это первая в моей жизни такая просьба. Я не знал, как в интернет письмо. Или все время снимать его, или читать вслух. Ну, и пришлось помолиться. И потом увидел, как разобрать его подробно. И заснять. И сегодня вечером, может, человек уже получит это письмо. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Так начинает верующий писать. И видно, что человек это верующий. Неверующий этих знаков не знает. Тем более, по одной букве написано. Мир вашему дому. Добрый день. Аллилуйя. Игнатий, я взываю к твоему умою сердцу, Если ты не хотел меня не выслушать и не услышать, То прочти и подумай, Достойно ли порой бывает наше поведение, звание. Так что, почувствуй. Звание, звание. Звание. Я прочитал несколько раз, прощакнул на этих местах. Наше поведение и звание, что было достойно, Для этого потребуется вся жизнь. И в конце произнесем, недостоин. И когда человек скажет, недостоин, Господь отворит дверь. Недостоин. Этот человек приезжал сюда на этой неделе, В прошлый раз в воскресенье был здесь, И приехал с вопросами ко мне. И эти вопросы я потом озвучу здесь. Все это заснято было. Он сразу стал против, чтобы не снимали. Я говорю, в моем доме командовать не надо. Вот в отверстие батюшка сказал, Вышел из отверстия, Володя снимал. Не снимай. Володя вышел. В епархии тогда не захотели, мы поднялись и ушли. А в моем доме не надо. Тут я хозяин. К тебе когда приду, не снимай. Ты боишься все снимать? Сиди дома. Что же командовать-то? Не надо. Тем более, это сегодня уже все увидели на большую пользу. Вопросы были духовного порядка. Наше поведение, звание христианина. Ну что, я сказал на этот ответ. Это вся жизнь потребуется. Я не таковой. Я на каждой исповеди это говорю. А потом я озвучиваю, как этот разговор был, проходил. Он тем более записан, можно проверить. Без наговоров. Анализируя нашу последнюю встречу с тобой, которая оставила неприятный осадок в душе. Осадок. Так. Неприятный осадок в душе. И почему он в конце сказал, опубликуй в интернете, но знает, что ты не опубликуешь. То есть он ничего не знает. Для меня это находка. Что не просто он, а пожелал. До этого обвиняют. Ты все делаешь доступным для всех. Моя жизнь закрыта для всех. Потому что там, где я нахожусь, все ветра дуют. На сквозняках везде. Я обязан сказать. Одни хотят, другие не хотят. Ну ты не хочешь смотреть, ну закрой глаза. Против рекламы в городе никогда не воевал. Ну закрой глаза. В телевизоре не те передачи. Я его не смотрю, вопрос снят. Все вопросы снимаются легко. Так. Я еще раз убедился, с какой надменностью, высокомерием ты на нас смотришь. Так. Заметьте, вы эти слова в отрицательном порядке все слушаете. Это касается вас. Надменный, высокомерный. В первую очередь касается вас, а не его. Он не шлез в общину. Не принадлежит к нашей церкви, если так, к нашей юрисдикции. Совершенно никак нет. И сразу он в обвинительном порядке. К каждому слову, обращаясь потом к вам, вы должны мне будете показать мою надменность, мое высокомерие перед вами. С кем я больше всего общаюсь? С вами. Где это проявляется? А он нигде это не бывает. И об этом он везде трезвонит и говорит. Я благодарю Бога за намерение и целую его. Как Златоуз говорит. За намерение. Я говорю о ближайших к тебе знакомых, родственниках, друзьях. То есть речь идет о вас. То есть я со всеми, с родственниками, со знакомыми. Он не один выступает. А он к себе, как в мире называется, под греб всех. От лица всех говорит. И все это должны подтвердить. Но по сегодняшний день ни одного человека нету нигде. Ни одного. Не считая попов. Которое обличительное слово Евангелие приписывает мне. Как в епархии был. Это Бог сказал, я говорю. Исайя, глава 43. Он не слышит. Нет, ты сказал. То есть они Библию не читают. Читают. Я даже не знаю. Читают, я знаю. Какой уровень еще в этом? Так, полное молчание. Твое поведение и отношение к окружающим выходит за рамки понимания христианского образа жизни. Так, вы слышали? Это мое поведение, отношение. Я староста. Здесь, конечно, делаю замечания. Встречаюсь с вами. Обличаю, наставляю. За рамки выходит. То есть я уже и не христианин. Четко и ясно выражено. Дальше. Ладно, мы бестолковые, не знающие Писания, бездуховные по твоим словам. Но ты называешь себя таким ревнителем, хорошо знающим и понимающим каноны Церкви, Слово Божие, то есть Библию. Но на деле в жизни для тебя не существует иного мнения, кроме своего. Я подчеркнуто, да? Вот у людей, люди, которые не знают Священного Писания, они все относят к говорящему. Я ему цитирую, в кавычки беру место Писания, а почему ты считаешь последней инстанцией это истинно? Потому что Христос сказал. Ну это же ты говоришь. А как же его озвучить-то? Оно на бумаге, она мертвая бумага. Я прочитал, слова зазвучали. Не существует. Но мое мнение основано на Священном Писании. Повторяю, в каждой книге у меня выдержат, не ссылок, три тысячи. Исследованием книг занимался наш епископ Евтехий Курочкин в 13 лет. И он сказал, книги эти никому не опровергнуть. Они все сцементированы, Слово Божие. Он это понял сразу. И в последнюю встречу с епископом Алтайским, Максимом, он это там сказал. И не исследуйте, не ищите там ересь. И там этого нет. Твоя категоричность, давление на психику, неуважение к человеку, грубость и прочее, все это отталкивает и тебя. Каждый человек, ты прекрасно понимаешь это, образ Божьи и подобия. Это личность, наделенная бессмертной душой. Бог дал свободную волю человеку. Так, это говорит человек, который полностью порабощен по чужую волю. Он шагу не может сделать. Там не человеческий ужас и страх от других людей. И спрашивают, зачем вызвано письма? Я только помолился открытым текстом все это. Это пишет старобрядец Белокринитской иерархии, для которых Московская патриархия, дореволюционная церковь, ну с 1666 года, не существует церкви, кроме их. Если бы он узнал, что сегодня в Покровском соборе идет служба, Иоанн Кронштадтский, а прислуживает там Игнатий Брещенинов, или наоборот, тот епископ есть, все, и привезли бы мощи всех святых, он все равно не пройдет здесь. Для них как шульха на рух, проходя мимо плюнь. Это нет церкви, кроме них. Иоанн Кронштадтский, можно я не соглашусь, потому что я знаю, кто пишет это письмо. Поэтому в отношении этого человека, ну, ваши слова будут неприемлемы. Нет, церковь не существует, я еще раз говорю. Моя теща была, когда, моя теща, добрейший человек, но она говорит, мы ходили в церкви, где открыты, нам запрещено в них заходить. И теперь у них воззвание, даже на уровне бытовом не знаться. Это последнее уже. И это прошло 300 с лишним лет. То есть, а эти люди, которые потерялись, они первые годы ходили в храм, они, конечно, не причащались, молились вместе, но вот их вызвали, даванули, ни один шагу больше не сделал. Храм. Не под каким видом, а как? С нами, с поганцами, значит, это другая церковь, не иконьянская. Что ты не знаешь? Это знаешь. Все прекратили ходить. Это нас 100% точно. Просто ходить. А если даже съемка где-то идет, поворачивается только с пилой, чтобы сурчана не увидели. Им сказали, отлучим от причастия. То же, что им патриархия играет причастием. Если ты был здесь, молился вместе с неконьянами, ты отлучен. Анафима, хотя Анафима, наоборот, падает на незаконное отлучение. Это действительно так. И он, зная, что он в этом положении, а сказал, говорит, ну сейчас мы переезжаем в Арналус, Новосибирска, и как только дела утихнут, ну тогда мы снова будем приходить в храм, там, беседовать, и все. Ничего этого не было. Я сказал, нет. Однажды, дожав вас до земли, вам уже никогда не встать. И больше они ни разу, ни разу на моление не могут прийти. А чем? Причастие, я тебе решу, причастие. И ты, сарства небесной, не попадешь. И весь сказ. Вот в чем причина-то вся. Но на людях, перед женой, хочется показать, я такой свободный, волеизъявлением. И какая воля? Когда ты говорил, будешь ходить, можно, зайди в другой храм. У нас приехали епископы, приехали ваши проповедники. Нельзя. Храм не каньянский. Я составлю вопросы, что все святые, 300 лет назад, которые православие канализированы, они находятся в храме. Ты зайдешь, а какая разница, они же не каньяне. То есть ограничено спасение рамками маленькой, вот этой колоритной группы. Больше никого нет. Хотя сами раздробились больше, чем на 50 частей. Только в нас, в России. Бог дал свободную волю человеку, а ты стараешься подмять под себя, навязать свою волю, чтобы все понимали и исполняли, как тебе кажется правильным. И тем самым твоя надменность сквозит из всех щелей. Дальше уже чисто старообряческая идет. Я не говорю, что это ахамство и свирепость. Я знаком со всеми сектами, какие есть в России, но более свирепой группы нигде нет. Что-то не так сделал у них епископ новосибирский. Силуан Кирин. Они пришли, повалили его, обсе спинали, избили его и все. Все только кулаками. Больше никак не решается. Всех щеля, с кем встречается, прожил жизнь, это прекрасные работники, хороший семьянин. Все, друзей никого нет. А почему? Непримиримость. С родными братьями ни один брат не приезжает. Не считай, там рядом живет. Никого нет. Ну, Игнать Тихонович, здесь вы тоже не правы. У него в прошлом году были в гостях мама с братом. Я говорю не о маме, а о братьях, которые... Он был с братом, говорю, с братом был. А вражда у него с одним всего лишь. Я знаю. О котором, о котором, скажем так, все, что вы сказали о старообрядцах, вот о том брате, это абсолютно верно, истинное, аминь. Но в подчинении они именно у этой категории людей-то, не по-другому. Если один раз он, брат, приехал, у него ни одного с работы кто работал даже никогда не было. Почему? Вот это нетерпимость. Не так пальцы сложены? Все. Христос только так молился. И ни в одной организации нет, чтобы название включало в себя слово обряд, старый обряд. То есть, как будто никакой веры нет. Куда попался? Не так. Он приехал. И дальше ничего нет. Пока я читаю, я могу комментировать. Да, просто прочитай ему. Апостол Павел в послании к римлянам говорит. Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец поведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Так. Римлянам. 2.17.21. Человек, который это цитирует, он имеет писание Библию, переведенную уже в новообрядчестве, синодальное издание. К ним в доме Евангелие попало через меня. И когда я был нынче у них в Минусинске, они показали тот Новый Завет. Большая семья, 10 детей, а вообще она никакого отречения не имеет. Я в прошлый раз спросил, ну как у вас Библия как? Ну она у нас есть в церкви. А где она? В подвальное помещение, и кому надо зайдет почитать. В подвальном помещении там она. Да это Мартин Лютер видел, прикованная на себе Библию. Чем это закончилось? Библию не знает совершенно. Одна из их прихожанок сказала, а я книги Игнатия не люблю. А моя сестра спросила, а почему? Он на Библию ссылается, а я Библию не люблю. И весь ответ. Библия ни на каком уровне, даже у православных, а про старобрядцев говорить не надо. Она переведена неправильно. Почему? Потому что это ни коня не испортили. Я, к примеру, сказать, у меня самый близкий друг был в старобрящести и его отец. Это герой Веры. Герой Веры. Начальник радиостанции Рокоссовского. На переднем фронте прошел все. Но уверовал. Его судили, приговорили к расстрелу. Я не знаю, почему там присутствовал на суде Меркулов, первый разместитель Берии. Из-за важности человека. Но у меня все записано на магнитофон. И дальше что? Дальше ему спрашивает этого героя, Вера Александра Ивановича. Вы поняли? Приговорили. Он говорит, понял, буду со Христом. И они сами, учитывая его заслуги военные, все, что у него есть, и в начале ходатайства, то он отрицает, не надо, я хочу быть расстрелянным. Ну, ему заменили, как самый милостивый суд, 25, 5 ссылки и 5 поражений в правах. Ну, как пишет Солженицын, это богомерзкое животное, усатый гуталинчик, скопытился в Кремле и его освободили через 2 года 4 месяца. Все. И вот с этим человеком мы были самые близкие друзья. И когда мы считали, а у них в пищу строго, то таможи, это нельзя. Я просто хочу сказать. Оправдывается, как любая ложь, даже в этом доме. Я говорю, вот смотрите, Иоанн предпитался акридой дикий мед. А что такое акриды? Ну, открываем, блаженого фефилакта, там написано акридая, старая щековая, там написано на четырех ногах, там прыгают. Даже в этом доме наслаждалось следующее. Этого не могло быть. Он не мог есть. Это один из примеров. Это не коньяня, переваление, переваление, правильно блаженого фефилакта. То есть это не коньяня. Ну, сейчас-то 20 лет нет царской колоссации, ну, переведите вы по-другому. Тогда, говорю, это птицы, говорит, какие-то. Я говорю, какие же птицы на четырех ногах? Там написано. Ну, может быть, были тогда птицы такие. Птицы не прошли, тогда говорят, это трава Милагра. Ну, он говорит, под этим может быть. Но дальше-то считаем книгу Левитам, прямо говорится Саранчаковой, которая употребляется в пищу. Ни под каким видом. То есть то, что у нас есть, вот свинью едят, свиньи держат. А почему? А Христа напоили свиной желчью. Так откуда он же взялся в Израиле, во-первых, желчь? Еще бы ради они поили-то. Да он ее не пил, говорит, и не хотел пить даже там-то. А это не важно. Не важно. То есть строится на абсолютной лжи отрицание того разума, который Бог дал. А я разум, я человек, у меня любой пацан, где-то Татьяны нету. Я личность. Личностью стать можно только в лучах Слова Божия. Знать, как нужно будет поступать. А остальное Бог просто в потоп, в огонь. Бог не считает количества никакое. И он бы был, кто пишет это, совсем не верующий. Сколько получил? Не было бы жены, а жена моя родная сестра. Значит, не было бы детей. Это сердце должно опылать всю жизнь благодарностью. Но, зная, что я нахожусь в такой свободе, больше ни на чем это не основано. Они потеряли эту свободу в духе, теперь надо ее показать. Других причин никаких нет. Оно угнетает. Это синдром потерянной свободы. Это томление день и ночь. Я бы тоже мог. Вам хорошо, нам говорили. Вы так далеко, вас патриархия не жмет, зарубежная церковь далеко, руководство вас не трогает, вы так свободно развивайтесь. Да, мы свободно развивались. То, что вот это есть, это может за рубежом. В зарубежной церкви невозможно было создать такую общину. А она есть. Мы знаем, люди у нас ходят и к баптистам, могут пойти к католикам, могут к адвентистам. Мы приглашаем к себе на беседу. Нигде такой, так называемой толерантности, свободы, как у нас нету, даже в помине. Я уж не говорю про старобрядцев. У них даже если и с двумя Иисус написал, уже неприемлемо. Хотя по-еврейски нет ни одного, ни два Ешуа. Вообще ничего нету. Она и кратко стоит, и все. Они считают, только они. Но у нас знакомый, есть еще после этого, образовалась та обреческая церковь, древля православная. И у них теперь патриарх Александр. В России два патриарха сейчас. Некоторые даже не знают это, древля православная. И вот этот древний православный, к нам заезжает этот Андрей Марченко, прекрасный батюшка. А у него знакомый из Белокреницка, который пишут. И он с ним там на клеросе попел все старобрядческое. Книги одни и те же. Его сразу под запрет. То есть не то, что знать, а даже на богослужение нельзя. Это не коньяни никакие. Доведенная до полного абсурда вот эта консервация. Ничего нигде не принимать. Ни одного художника, ни одного музыканта за 300 лет. Ничего нигде нету. Не говоря об изобретениях какие-то. А ими мы пользуемся. Вот мы каждый день благодарим за Мартина Купера, изобретшего мобильный телефон. За Тим Бернерса Ли, который интернет изобрел. Тим, который этот Ха, его фамилия, вьетнамец, который библейскую вот эту поисковик сделал. Им пользуемся все время. Я просто молитву произношу. Здесь никого нигде никак нет. Я среди них жил. Это моя родина. Я там был. Я там венчался. Абсолютно все строится на лжи. И при том, опровергнуть их как нельзя. А ты гордый. Нас отлучали. Отлучали. И мы обязаны были терпеть. И наконец нам сказали, за что? За то, что я увел всю старообряческую молодежь к баптистам. Мы приехали в Москву, но у Бога все вымерено. Получилось, тот, кто стучал, как говорится, жаловался, это был известный протеерей Павел Борозов. Он ездил по стране, везде. Надежда Васильевна, у меня она с ним была близко знакома. Но в это время до него дошло, что в старообрящести идет такое же предательство. Так же работает на органы НКВД. И он это все высказал, а он был духовник архиепископии, архиепископ, ну как духовник патриарха-то. Его под запрет, а он продолжает служить. Снять с него сан, а он продолжает служить. Запретили отпевать его даже. И образовалась новая группа Морозовцев в городе Фрунзе. Дочь его Маша повела. И на нас он это все написал. А так как он теперь в опале, теперь с нами разговаривает нормально, обняли и говорят, это написал отец Павел, конечно, хорошо, что вы никуда не ушли. С вас отлучение снимается. И как только все было снято, документ был получен, буквально через несколько дней мы уже выехали в Барнол и больше я туда ноги не положил. Это смерть. Если я увел всех, ну, всех, конечно, вы не покажете, но одного покажите. Никого нигде нету. Нету никого. А из Баптистов на время люди уже приходили. И только один Андрей Долгов сказал, я тайно сходил за Игнатием в Баптистский молитвенный дом, и я слышал, как он с ними говорил, как доказывал им, как они соглашались. Вы что говорите? Они сразу, кто заступался? Всех отлучить. Такой сверпости нигде нет. Вот старики собрались в городе Томске. Это я к ним приехал уже узнать, в чем дело. Но они говорят, сколько календарей прислали. А нас община все-таки. Три календаря. Календаря церковные, там ничего нет, только, вот как вы просите календарей. Вот они, старики, собрались, давайте подпишем человек 14, попросим архипископию, чтобы еще календарей дали. Да у нас нету соломшика, ну, хорошо бы попросить-то. Ну что, ну они начали там высокоуважаемые, все эпитет собрали. Там получили, реакция ваша никогда не совпадет с тем, что было. И всех отлучить. Всех по подписи нашли, и всех отлучили от церкви. А это старики, они болеют, их научили без причастия не спастись, справедливо, несправедливо, они вопят, они плащут, они едут, не снимают. Проходит год, проходит другой, все под отлучением, 14 человек. Я говорю, и как? Да никак, и потом они бумагу прислали, сказали снять стих с отлучения. То есть ни перед чем не останавливать, от своей природной старообрядцы. Вообще нет. В 33-м псалме написано, ненадежен конь для спасения. Ну, какой-то небогатый, как-то быстро не бежишь, лучше транспорт купи, но тебе не убежать. Конь ненадежен. В славяне звучит конь ложь во спасение. Они сказали, ложь это конь во спасение. Ложь применяется, и как на коне можно ехать, как на баране мусульманам в рай. Я говорю, так нельзя. Написано, только они перевернули слова, там написано конь ложь во спасение, а не ложь конь во спасение. Конь лживый, ненадежные его ноги, они споткнутся. Продолжай. Если скажешь не так, то где же твое христианское смирение, непревозношение, нераздражение, христианская любовь, о которой, как написано, не ищет своего, не раздражается, не гордится, и так далее, и тому подобное. И вот такое неуважительное диктаторское отношение к людям. Это что? От большой любви и большой, высокой духовности? Мне ли тебе это все говорить? Ты это все лучше меня знаешь. Но почему так себе никак применять не хочешь? Создается впечатление, что заповеди Божии не все касаются выборочно. А где же наша христианская любовь, провозглашенная в первом послании Коринфянам, 13 глава? Скажу словами апостола Павла, хотя я невежда в слове, но не в познании. Все мы знаем, что Бог дал всем свободную волю, свободу выбора. И какое право, тогда, имея человек, давлеть на чужой воле и другого. Так объясняю. Все воля, 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 значит, пораженная воля. И она не дает спокою. Эта воля, просто мы не понимаем, находясь вот в этом обществе, разговаривая, выступая там, не допустим. И где бы у нас занятия не шли, потеряевки, без меня, он все время на меня, как говорится, подскребается. Ему говорю, да какой, я не знаю, тебя здесь нет. Ну успокойся, ты что? Мое присутствие, тот свет, который нам дал Бог, не мой свет, свет свободы, Слово Божие, где Дух Господень, там свобода. Он раздражает, он уничижает человека. И вот он здесь говорит об этой свободе. В первую очередь, места Писания говорят, что Библию, ты ты в руки получил, поблагодари Бога. В первую очередь, то перевел, так же, кто вас к этому приучил, а уже дать и приучить, это моя работа была там. В старообрядческой семье так не пишут нигде. Говоря о том, что воля, и никто ее не трогает нигде, он совершенно не знает, что мы молимся, да будет воля Твоя. Мы от своей воли отреклись, ее нет воли. Я могу свидетельствовать, что моя воля умерла 27 сентября 1962 года, когда пришлось абсолютно от всего отказаться, что я достиг, и начать жизнь с нуля. А зачем он приехал? Вопросы у него были, которые мучили его, и которые в старообрядчестве ему никто не мог разрешить. Он мучается тайно отречением. И он этого не знает. Десять детей. У нас близкие отношения, он ссылается на слова отца, а я ссылаюсь. И я говорю, он говорит, а растут дети, как неверующие. Отец жаловался. Я говорю, а как старше? Вот Владимир, да у этого меньше всего веры, это никакое неверующие. Это слова его отца, на которые он дальше будет ссылаться. Речь идет о воле. Если эта воля тебе дана от Бога, задача покориться Богу, положить к ногам, да будет Господи воля Твоя. И вот он считает, попадает ему книга Александра Меня, сын человеческий. А написана была не Александр Меня, а Эммануил Светлов. И когда мое интервью везде печатается с этим, с том Александром Менем, я ему выставил оттенавит. Вот у меня зять. Читал книгу и стал неверующим совсем. Говорит, и как будто ничего нет. Да вы что? Я говорю, да. Вы допускаете такие моменты умом человеческим, что люди их воспринимают на уровне отречения. Да не может быть. Я говорю, может быть. Это конкретно. И чтобы он встал на истинный путь, это уже моя работа была. А теперь, теперь он приезжает в прошлое воскресенье сюда, и у него вопрос. Молитва к святым. Он в это не верит, что мы святые слышат. То есть 500 акапистов по боку все. Молитва к ангелу-хранителю к Божьей Матери, оказывается, для него ничего не значит. И он с этим вопросом приехал. Об этом он не говорит. Я обязан озвучить. Но все это у нас записано. И он сказал, я говорю, понятно. Я тогда отвечаю. Отвечают места писания. Он начинает перебивать. Что перебивать? Я тебе отвечаю. Тут же сидит рядом батюшка, тут же его жена, моя родная сестра. Я отвечаю. Он не слышит. Я разбираю по словам. Он мне говорю, не хочешь разговаривать, ну хотя бы слушай, задал вопрос. Пусть другие выслушают. Смотри. Считаем, мы послание к евреям. Приступили к духам праведников. Как приступили? Ответь. Ну нет, один вопрос. Ответа-то нет. Они живые. Так откуда они будут знать? Они знают все, что на земле делается. Этого нет. Другое дело Библии. Так ты Библии-то не знаешь. Вот в чем дело-то. Места ты писания берешь, а к себе-то ничего не... Ты не относишь. Я-то скоблю себя каждый день этими словами. А как? Теперь открываю откровение. И написано, увидел я души убиенных под жертвенником. Я это копирую в борде, увеличиваю большим текстом, жирно, красным, чтобы по глазам било-то. Ты видишь, как они под жертвенником. И они вопиют это личности. И которые знают, что на земле говорят, владыка, доколе не все живущим на земле, то есть они не отомщены, они знают. За кровь нашу. Как бы они это молились-то? Если они все коммунисты пошли в 37-м году под гребенку, в 58-й севыгребающей статьи, значит, они бы знали. Нет, они не отомщены. Им как бы утешение даны были каждому. А одежда белая и сказано было потерпеть, доколе те братья тоже получат свой венец. Я ему показываю где-то. Я привел тебе сильнейшее местоописание, которое еще говорит, что душа живая. И она знает, когда молишься ей. Это и в неканонических книгах, там, порог Иеремия, Иония молится. Он этого еще не слышал. Тогда я начинаю с батюшкой. И тогда батюшка и начинает доказывать. Это стоит ролик в Ютубе, сейчас называется Владимир Рустинов. Батюшка говорит, тебе что, когда клюнет, батюшка, зачем я тебе слова так говорить? Они мирские, это слова. Тогда будешь ты молиться. Я спрашиваю сестру, а ты молишься, Божья Матерь? А как же? Это православное учение. И православное учение, основанное на канонах церкви, основанное на трудах святых отцов, основанное на житях святых. В нем ничего этого, оказывается, нет. И вдруг он это не верит, шибер маленько приоткрыл, и там просто бездна открывается. Я как должен был разговаривать? Я уже разговариваю на уровне человека, который не воспринимает православное учение в его полноте. Я разговариваю это не с сектантом, а с человеком, который ко мне расположен по письму хотя бы. Он желает меня спасти из моего заблуждения. Считай. И какое право тогда имеет человек давлеть на чужую волю другого? Почему кто-то должен насиловать мою волю? Воздействие на человека должно быть только убеждением. Я не имею в виду светские и гражданские законы, которые обозначают рамки поведения, отношения и нравственности в гражданском обществе. Потому что совесть в большинстве отсутствует. Совесть – голос Божий, а им это не свойственно. Христианин же руководствуется законом Божиим. Совесть должна являться для нас основным руководителем наших поступков. Христос упрекал книжников и фарисеев, говоря, «Все живы братья, один у вас отец, один наставник Христос. Больше из вас добудет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, 23 глава. Апостол Акер дает образец поведения нашего. «Всякий человек добудет скорное слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Такие слова говорит, как будто он сидел в зеркало смотрел, и все слова подбирал, и к себе говорил. А сейчас дальше увидит, он начнет помолить, посознаваться, потому что свидетели были довольно весомые. Батюшка, сестра, она голову опустела, она привычена повиноваться. Но мне сказали, из-за чего надо, только из-за того, чтобы похорохориться, пережирной, показать, какой он свободный и какой он крутой. Больше ничего здесь нет. То есть, знаете, о чем помолиться. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Ну так ли у нас? Где эта кротость, непревозношение, мудрость? Я пришел к тебе, чтобы разобрать некоторые вопросы, узнать твое мнение согласно Слову Божию и учению церкви. Но ты оборвал меня, даже не дослушав меня. Притом, я пришел к тебе в гости не для того, чтобы ты нас фотографировал или снимал на видеокамеру, а потом выставлял интернет без нашего согласия». Так, остановиться на этом. Вот мы проехали сколько из родственников, у нас только один человек, который, а почему снимаете меня, не спросили. Я был у родной сестры Евдокии Тихоновны, а к ней пришел ее родной сын, старший, Егор. «А что ты снимаете?» Я говорю, «Ты боишься? Так зачем ты пришел сюда?» Честный человек никогда не боится этого. Вот у нас что, разговариваем? Плохое ты не говори, наоборот, ты будешь, «О, как выглядеть, окей!» Ну и успокоился, то другое. Было у нас епархия. Ничего, запротивились, и я встал и ушел. А на следующий раз они сами уже пришли сюда с аппаратурой, все снимают. И в прошлый раз мы были, кто там был, не знаю, все снимали, все, теперь нету. Ну кто-то должен за это пострадать? Кто-то должен бы сказать, почему нет? Ответа-то никакого нет. Страх. А вот как раз здесь в этом-то и будет видно, как он именно кричал, он кричал, наоборот, все. Я бы сказал, то есть я бы не поверил, а это теперь на видике все стоит. Уже они получили, и сыновья его смотрят. Скажи так, ты в гости пришел, зачем же так себя ведешь-то? Уже ты сказал, не буду разговаривать. И ты бы как гостю мог бы уступить моему нежеланию сниматься на видео. Заметьте, еще воля. Он говорит о воле. Значит, он давит в моем доме мою волю. Так не бывает, чтобы две воли. Почему? Арсений Великий говорил, на небе тысячи ангелов и одна воля. А на земле тысячи человеков и тысячи воль. Здесь две воли столкнулись, моя и твоя. Моя утверждена в моем доме. У тебя в доме ты имеешь право, но не на улице. Батюшка хозяин через 10 сказал, закрылась, все. Епископ сказал там не снимать в епархии. Максим, он владыка, мы ушли, ну а дальше ничего нет. А потом уже мы к ним пришли, уже снимали, корреспонденты с газетой, и весь мир на это смотрит. Но в их пользу там ничего нет. Вот в чем дело они боялись-то. А там еще по частям разрубили, да такие ролики получились. Чудо. Дальше. Вот он пример твоего давления и диктаторства. Вот на этом остановитесь. Две воли. И диктаторство уже. Ну в моем доме я снимаю давление и диктаторство. Так это твое, ты зашел ко мне в гости, тебе надо от меня что-то получить, не я к тебе пришел, у меня к тебе вопросов нет, я тебя не ждал, не забывал. Ты зашел в мой дом и меня диктаторски давишь, а не я тебе. У него перевернуто все. В моем доме, за моим столом, в присутствии моего родного брата, родной сестры, и он меня корежит, а говорит, это ты давишь на меня. Ты зашел уже готовый у меня сложившийся, у меня особая флора здесь. Стоит человек, вот мы познакомились, к слову сказать, на днях на меня вышел один человек, Скуратовский Виктор в США. И он, я много слышал, и через Галину Кубайкину он вышел на меня. И мы с ним два раза беседовали по скайпу, а Володя все заснял, а он его видел. Я говорю, это мы все, сегодня же выставляем. Каждая беседа по два часа примерно была. Он бывший баптист, 12 лет назад пришел в православие. И он под митрополитом Иларионом. И у него главный вопрос о благовестии. Он тоже чтец. Мы как будто друг друга ждали. И это все выставлено Скуратовский Виктор. В интернете, в Ютубе. Я над Ютубом сейчас работаю. Меня со всех сторон стали давить. Почему в Ютуб не выставляете? Кто не знает, что такое Ютуб, это Ютуб, означается твой ящик по-русски. Это самая сильная, самая крупная в мире база фильмов, роликов. Меня даже мусульман спрашивают, почему вы не выставляете такие материалы? Я за неделю протрудился там уже. Никто не верит, что сделал. Уже 212 роликов выставлено. 212! Там это самое крупное в мире дочернее предприятие, как бы отпочковавшееся по их благословению от Гугла. Выше нет. Каждую минуту, каждая стоят 60, что ли, часов просмотра вставляется в нее на всех странах. И Китай, и Малайзия, все там есть. И там это выставлено. Пожалуйста. Спрашивается, какая цель твоих съемок? Показать себя, свою непримиримость, тщеславие, высокомерие, гордость. Так, остановимся, заметьте, у него ничего нету. Это обычный старообрядческий арсенал лжи и злохуленей. Он ничего не знает. Смотрел? Нет, не смотрел. Он не знает ничего этого. Но с какой целью? И цель только одна. Реформа них, она была только так, а он проклят, и он в аду, и больше ничего нет. Так и точно здесь. Но ты узнай людей, которые слышат, и каждый день мне приходят больше сотни благодарностей, и ни одного отрицательного. Это тысячи, тысячи благодарностей. Наконец-то мы увидели наяву, как это может что делать. Это наша жизнь. Она перед Богом, пишется памятная книга. С какой цель? Он не сказал, что для научения, показать себя. Да если бы я только здесь. Я показываю там, где меня злословят, где меня поносят. Притом в книге для Слова Божьего нету. Самые поганые обо мне свидетельства я все до одного поместил. Эти были люди, и не поместили. Я все поместил. Я уважаю своих считателей. Пусть они сами разберутся. Вот у нас есть какое несогласие. Мы доехали до Синников, и там у нас крупный разговор был. Сидели на полу Игорь с Сергеем. А Сергей говорит, у меня было такое желание просто по морге тебе съездить. Это все в интернете и люди смотрят. Мы простые смертные люди. Да, это твои слова. А Игорь говорит, ну, я сильнее тебя, я спортсмен, Бог бы тебе тоже дать. Но я как христианин смиряюсь. Ты уже не забыл, что это говорил? Это выставлено. А нужно ли это? Нужно. Мы как раз показываем, что мы не святые, мы грешные люди, но мы стремимся угодить Господу. И где нас там давят, топят, мордуют, мы это все поместили. Это наша жизнь. А у других ни одного ролика нигде нет за всю жизнь. Ничего не могут показать. Они боятся одни от страха, у других показывать нечего. Нам есть, что показать. И есть, с чем похвалиться нашим Господом, как Он нас любит и хранит. При этом, не согласен, мы все-таки вернулись живые и выполнили все. Сверхнамещено в три раза больше. Пожалуйста. Что ты этим добился? Кроме огорчения, нам ничего больше не принес. Обожди, по слову нам, он имеет в виду только себя. Больше никто. На завтра сестра мне звонит. Она даже во время сказала, а вы что, разве Дух Святой только в храме? У них понятие такое прям первобытное. А потом она по телефону опять позвонила. А вот, ну и здесь говорила, благодать Христовая и благодать... Я говорю, одно и то же. На благословение Христово и благословение Господне одно и то же. Вопросы на уровне дошкольника четырехлетнего. И я это спокойно все эти вопросы ответил. И на завтра они опять позвонили. Я говорю, может, огорчен, там где-то рядом вот такой. Места писания открываются такие. Если ему никто нигде не ответил, за этими строками еще кроется то, что он знает, где источник, где можно получить ответ. Это выслушало из него просто старообрящество, годами накопленное вот это горе, что он потерял полную свободу и он ее не может никогда обрести в старообряществе. Я и нашел этот выход. В старообряществе находясь, это моя родина, я бы никогда не создал ни одной книги, ни детского лагеря, ни стихотворений, ни в интернете. От этого ничего не было на 100%. Я скажу, что даже ты с чем-то не согласен, с этим должен согласиться. А там намертво исключено. Абсолютно. Это выходит, что все таланты я бы в зарытом виде должен был представить. Вот твое тебе, ты мне дал. Там это не нужно. Там нужно только абсолютное, полное беспрекословие. Ну, проповедь там тоже есть, она одна. С кем бы ты ни встретился, говори, ты еретик, точка. Переходи к нам, точка. Все, разговор закончен. И каждый день повторяю, ты еретик, переходи к нам. У них нет ничего этого. Игнативич, может какой-то лимит по времени, потому что повтор уже идет. Да, давай. Уже повторяете. Читайте еще долго. Еще, еще, сейчас, просчитай. Кроме огорчения нам, ничего больше не принес. А показав всему миру эти передряги, люди скажут, ну и хороши же христиане, не нужно нам такого христианства. Эти все съемки по делу и не по делу. Всем изрядно надоели. Только многие молчат. А я сказал открыто. Ты прекрасно знаешь, Игнатий, в нас должен отразиться образ Христа. Какой же ты пример показываешь людям? Один соблазн. Лох тот учитель, который не следует тому, чему учит. Если апостол Павел учит, ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. А мы знаем, что он был кроток и смирен сердцем. Не отвечал злом за зло, никого не оскорблял и не унижал, кроме явных богопротивников. Главный герой у них Аввакум. А у Аввакума было одно. Я не только плюю, но и сморкаю на вас. Вы смотрели фильм «Раскол»? Даже мертвому еще деготь надо налить. Эти слова совершенно неприлично даже им произносить, находящимся там. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию. Почитайте один другого выше себя. Послание к филиппийцам. Но как все это далеко от нас? Мало того, что правильно и красиво говорить надо исполнять. Жить, как апостол Павел наставляет. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А уж какая тут благодать от таких передряг? всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякую злобью да будут удалены от вас. Итак, подражайте Богу как чадо возлюбленные и живите любви. Разумеется, вот говорит в словах, которые абсолютно все до одного применимы в старообрядке. В первую очередь сейчас написали не там какой-то пимен на патриархию и занесли сразу в список экстремистской литературы. Там бесконечная бездна поношения церкви. Всей церкви православной. А о других говорить не надо, их как бы не существует. То есть, если по слову Божьей, там все анафемы есть, слово Божье не знают, христа они вообще только икона ярая и лоха. Да где ж я слышал такое? Я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звание, в которое вы призваны. Со всяким смиреномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Еще в юности я помню при беседах у нас в Искитиме отец мой Александр Иванович, которого ты уважаешь и считаешь героем веры, так он сказал Игнашенька, гордость тебя погубит. Вот подчеркнуто. Не помню этих слов. Если он говорил, то решила о том, что я сказал у баптистов много хорошего есть. И можно ходить и учиться. Это простить мне никогда не могут. Он не говорит, из-за чего это? А для них это гордость. Ну, церковь сказал, не ходите, и все кончено. Я этого не могу сделать. Я беру доброе отовсюду. И мне дан этот талант для всех сделал, чтобы, по крайней мере, приобрести некоторых. И которые показывают себя патриотами, православие. Ну, неправильно я действую. Я говорю, неправильно. А вот она сидит, прям руку протянул, уже баптистка. Природная, из корней баптистских. Она православная. Пожалуйста. Она матушка, теперь ее дочь. За священником, православным, тоже из сектантов. Почему-то через меня неправильно действующее. Приходят люди из всех. Вы правильно все действуете, никого нет, еще больше число уходит, видя вот это язычество. Это шаманизм. Почему? Такой вопрос можно задать? Дальше. Вот ты подумай над этим. А помнишь, как-то летом к нам приехали дети, с большим трудом отпросились с работ. У нас был юбилей. И ты, подняв бучу, обозвал меня антихристом. Или наших священников и епископа назвал мракобесами. Пояснение. Приехали дети. Ну и что? Дети приехали, твои дети, а мы уже заранее договорились, а у него трое сыновей с машиной, мы договорились, что в воскресенье выезжаем на благовестие. Мы уже в том районе расклеили афиши. Они были согласны, он все перерубил. Я тоже поеду. Никто, из братьев моей жены вам не обещал ехать. В тот день, в тот день, никто вам не обещал ехать. Я с Андреем договорился. Да не могли вы с Андреем договориться, потому что у нас была договоренность, у нас был юбилей. И мы планировали это за долго. Мы договорились, еще раз говорю. Но я договорился. Ты не можешь сказать, что я договорился или нет. Я договорился. Я пришелся отдельно с ребятами разговариваю. Они подошли. Я говорю, вы могли бы, это настолько важно. Да что сравнивать, а что с чем? Вы разговаривали с Давидом, который приехал, на день отпросился, на день отпросился, специально приехал. А куда лучше поехать? Ну, были там, не были, провели, и ничего нет. На 24 часа память. Я разговор вел о благовестии. Я говорил, если вы старобрядцы, вы с одного конца села можете говорить, старобрядцам приглашать звать, а мы с другого. А потом соберемся вместе и поделим по 15 минут, будем говорить. Нет. Здесь полное противление. И по сегодняшний день противление. Так, не так, не под каким нам. Я вот закончу строить, я поеду на благовестие. Это все ложь была. Ни разу, ни под каким видом, а только сыпать песок. Даже это все, что он говорит, правильно. Но речь шла о благовестии, а не о рождении. Еще сравнивать-то. Вы совсем ничего не понимаете. Речь идет о том, что имеешь ли ты Духа Святого. Господь сказал, будете мне свидетелями. Ни одного дня не был свидетелем. Тебе сегодня шанс. Мы рядом, мы зовем. Все готово уже. Литература есть. Поехали. С нами только ходил Алексей. Вот отходил, сын его. И в этот раз. Да. Какие они мракобесы. Какой я антихрист. И даже до сего дня не подумал извиниться. Так. Слово антихрист. Надо пояснить. Слово анти означает против. Против заповеди Христа идти, это антихрист. И для меня другого значения оно никогда не имело. Прямая заповедь Христа идти и благовестовать. Противящийся может только антихрист быть. Почему? А мусульманство возникло из-за этого. Все секты возникли из-за этого. Ясное дело, что задача антихриста была породить бесчисленное число сект, где не было Слова Божия, ничто не могло расти. И шансы такого больше ему никто не представит, больше не звали, и мы навсегда отошли. Все, они снова погрузились на дно вилы на один метр ниже уровня илла. Все. То есть мы обращались, мы звали, договаривались, ни с кем даже не договаривались. Просто я с улицы подошел, и то нужно было все бросить, я еду. Это заповедь Христа. Ну нет, этого ничего. Даже с этой позиции ничего не оправдываем. А они мракобесы. Во-первых, я не о всех говорил, а если говорил вообще это слово, даже не знаю этого. Когда он это слово слышал? Я вообще это слово не произношу. Вообще даже не знаю, о чем речь идет. И даже до сего дня не подумал извиниться. Что это не гордость? В чем? Ну я сейчас прошу, Христа ради просить, и в чем? Верующие не за все должны просить прощения. И Христос никогда не просил прощения у гонителей своих. А чтобы их просил Господь, вот это есть. А у них чего просить, когда они совершенно не христианские образы ведут? Они не знают. Последнее наставляние Христа идите по всему миру. Облекитесь силой. Там ни силы, ничего нет. И с этого надо исходить. И противиться там может только Антихрист. И он погубил этот мир. Твоя неприглядная привычка, как учителя, проповедника, срываться в крик, перебивая другого, не давая вставить слово. Апостол Павел, в 6 главе Галатом пишет, ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. И в послании, в первом послании Коринфянам, 8 глава сказано, кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Поэтому не стоит никому не возвышаться, не гордиться, а уметь выслушивать и уважать мнение другого человека. Посмотрите, вот это мирское уважать мнение чужого человека, абсолютно антихристианское. Нельзя уважать заблуждение, другое мнение. Ну, не ретик пришел, я не могу уважать мнение другого человека. Ты пришел ко мне найти ответы священного писания. Он об этом даже не говорит, какой он вопрос задал. Почему? А потому что он отступник от православной веры. Это батюшка тут же говорит, а все в ролике есть. Он ни слова не говорит, а теперь дальше, снова защищаясь. Я не такой, все, что сказано, я взял, вот это не меняется, я остался такой же, а ты тот же самый. И тут как раз было, он сейчас признает, что срывался на крик того, меня занесло, говорит. Я высказываю не только свое мнение, это оценка многих, знающих тебя людей. Заметьте, сколько раз ссылается на слово «многие», никого нигде нет. Я обращаюсь к людям, скажите, он подтверждает, да нет ничего подобного. Даже не знают о многих, это никогда не годится. Это твое личное мнение, твое. И оно основано на том, что ты многое потерял в свободе. Это оценка многих, знающих тебя людей, такого недостойного твоего поведения христианина. Этим самым, ты ввергаешь многих соблазн. Я сам великий грешник, и порой сам бываю невоздержан. Я старался донести свои мысли, соображения по некоторым вопросам, но ты буквально не дал мне слова сказать. А я хотел, чтобы ты меня услышал. И вопреки моему нежеланию, стал нас снимать на видеокамеру. После чего я тоже, что называется, завелся. Я виноват в том, что тоже не сдержался и поддался такому искушению. Но ты-то учитель, умудренный опытом, благовестник, и дал такой повод. Христос никогда бы не навязывал бы свое. Иисус Христос говорил своим ученикам, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми кресло и следуй за Мною». Он не заставлял насильно идти, никого не принуждал. Он сказал, «Если кто хочет». И далее, «Отвергни себя». Что это значит? Это как раз ключевой момент спасения нашей души. Это прежде всего аскеза духа. Это борьба против страстей плоти, против своего эго, высокомерия, гордости, зависти, своей самости и тому подобное. Это самоотвержение, самоотречение своего «я», пользу Божьей воли. А воля Божия стоит в том, чтобы мы исполняли его заповеди. В чем и проявляется любовь к Богу. Он кое-что повторяет уже в пятый раз, я гляжу. Почему? Это самое больное место, что у него нет свободы. И он под страшным гнетом от вышестоящего священника не пикнуть ни в стороны, не отвернуться, не зайти в храм православный. Вот с чем связано это. И он думает, это я выскажу. Это он как раз такой и есть. Душа его болит и свербит, и требует помощи молитвенной. Они мои молитвы каждый день. Там свободы даже близко не было 300 лет. Мгновенно. Здесь в России только более 50 разных юрисдикций у них, старобрядцев, которые другого вообще не признают. Не так букву поставили. Одни поют за пев, а другие не поют. А как вы молитесь за них? Какими словами молитесь за них? Потому что я... Господи, ну в первую очередь так. Господи, отвергайся Твою. Помоги, о чем он пишет. Отвергуйся самого себя. Старобрядцы этого не знают совсем. Вот эти слова, которые пишут, старобрядцы, они вообще не знают. Он узнал здесь. Потому что Евангелие получил. Все, что у него есть, что он говорит, это он от меня получил. А ко Христу у него какое обращение? У него есть где-то... Никто. Когда говорили себе написать, я напишу позже. Он так и не смог ни одной строчки написать. Сестра моя написала, а он не написал. Он ничего не может написать. У него нет обращения. И он этого не знает. Он по родительски шел, по ним как идут, все. Я спрашиваю, Александр Иванович, дети, это остальные верующие. Ну не... Но если кто будет на старобрядчество говорить, они могут за себя постоять. И показал кулак. Да могут. Вот как? Кулаками. Это у них даже не за горами. Никак этого нельзя делать. Никакого доказательства. Вообще ничего нет. Вот их там громил Даниил Сысоев, когда разговаривал с ним. Они ему ничего не могли возразить. Ни одного слова. Это в интернете все выставили. А зачем он выставил это? Ну чтобы люди видели. Это не заочное. Пожалуйста. Любовь есть исполнение закона Божия. Мы читаем каждый день молитву, Отче наш. Да будет воля твоя. И мы зачастую ложь говорим перед Богом, потому что в нас господствует желание творить собственную волю. Мы. То есть это все относится к себе. В них господствует ложь, и творить волю свою. Я подчеркну. Я этого... И они этого не отрицают. Все основано на лжи. Если Иоанн Кронштадтский, я говорю святой, какой он святой? Что вы опять повторяете сюжет? Я повторяю. а всех святых, которых я называю, они за каждым знают что-то... А, ничего этого не было. Я открываю биографию жития, а вы этого просто не знаете. То есть ни одного канонизированного православного, их труды, высказывания, ни под каким видом. И они хотели помочь издать истинному православию, но только, чтобы я обрезал реформы. Дальше ни одного святого, чтобы ни одного выражения нет. Даже выражение их, то, что они сказали, это поганые слова. Как ты же это хорошо знаешь? Ну, не об авторе этого письма. Я об авторе, еще раз говорю, об авторе. Они когда говорят об этом, то Серафим, это сказать, я говорю, а как Серафим Саровский святой? А что он? Курил папиросу, загорелась у него, он в дыму задохнулся. И священник говорит, Серафим Саровский курил, еще бредни-то какие-то. Ну, у него свяща там зажгла или что-то. Просто могу сказать, что не автор этого письма. Как он такое говорит? Ну, не автор. Я о нем не говорю. Просто мы же разбираем его письмо конкретно. Я говорю, откуда эти мысли приходят? Хорошо, дальше. Отвергнись себя так, отвергнись от этого. Итак, все это ты прекрасно знаешь. И я хотел, чтобы ты на всех этих заповедях заострил свое внимание и рассудительностью, согласно воле Божией, сделал соответствующие выводы. Покажи пример действительного образа жизни христианина, а не внешнего, показного с заплатами. Так, оставаемся сейчас. И с видео шоу. Он хотел даже поселиться. Не по каким видам бороду не хочет. Старообрядец, бороды не трогай. Да у старообрядцев, кроме ременной лесовки и бороды, то ничего и нет по-хтически. Бороду стрижет, и всю жизнь стрижет. Скажи ты, старообрядец, зачем ты бороду стрижешь? Уперся, пояс носить не буду. Ну, ты же не скажешь, что он будет. Батюшка уже уноварил. Подождите, по поводу пояса. Я его без пояса ни разу не видел. Да не видел, ты его видел, когда он уже с поясом был на деле. Он когда поселялся, тогда только сказал, ну, что ты делаешь, это уж устав говорит. Я ему говорю, он с первого дня еще не поселялся. Я говорю, давай телегу выкатим, посередке, становись и митингной, народ собрать надо. Он с первого дня это. Потому что это глубинное поражение совести, что он смелый человек, он хотел бы, его душ сломили, и он вылезти не может. И теперь ему надо показать, а я все-таки не такой. Он только поговорил, и мне сразу говорят, а зачем он говорил тогда? Перед женой. Да и слава Богу, что все это выявилось. Тут он не о чем не говорит, а пришел с вопросом, а вопрос-то не поднимает. Ну, скажи, какой вопрос-то. Чего ты его не озвучишь, это вопрос-то. Вопрос неверия. Покажи пример, действительно образа жизни христианина, а не внешнего показного с заплатами и с видеошоу. Старайся показать себя в себе действительный образ Христа. Тогда ты приобретешь многих для Господа. Серафим Саровский, как говорил, еще раз подчеркиваю, Серафим Саровский, как говорил, спасись сам, и возле тебя спасутся тысячи. Никогда он этого не говорил, ему это не приписывается. Даже здесь и то солгал. Серафим никогда этого не говорил. Он говорит, сижи, дух мирен. А как раз об этом старобрядцев самый буйный дух. Он это обошел, спасись сам. Ну, я спас, а как тысячи спасутся без проповеди-то? Ну, явно, что это, как в народе называют, галиматья. Серафима Саровского приплел. Зачем, когда вы его не признаете? А Серафим Саровский говорил, где вы старобрядцев спасетесь на этой лачонке, когда церковь качает такие бури океана? Много можно еще что-то сказать, но ты сам все прекрасно понимаешь. Только не ищи оправдания. Это не к лицу твоему возрасту. А если ты, Игнатий, не мнемлишь моим пожеланиям и не изменишь свое отношение к тем, кто тебя окружает, кто рядом с тобой, то тогда Бог тебе судья и прости меня ради Христа, но я буду считать, что я потерял друга и брата. Не я, а вокруг тебя кто? Который рассылается. То есть прикрыться каким-то множеством, которых он никого не знает, и вы его даже в лесу не знаете многие. Это всегда у них так говорят. Всегда. Это оттуда идет. А как бы сказать, надо прислушаться ко мне, а что Иоанн Кронштадтский об этом говорил? А как говорили святые? А почему мы не примем то, что Игнать Бричанинов сказал, Феофан Затворник, ни под каким видом? Об этом не говорится. И ответ-то дал ему, дал. А ты, говорит, не выслушал. А что слушать? Ты вопрос задал, он все понятен. Ну надо было сразу высказывать. Я говорю, а ты вопрос-то задал? А он хотел, чтобы его выслушали. Выслушать там нечего у тебя, кроме поношения. Ты вопрос задал, как святые могут на небе слышать? Это же не Бог. Ангелы-хранители. Но никто, кроме Бога, не может слышать. Божья милость, я отвечаю на этот вопрос конкретно. Получил тогда. Пусть Господь всех нас разумит, наставит на истину и простит. Владимир. Что еще? Я бы желал Игнатию, чтобы ты это письмо выставил в интернет, но думаю, что ты этого не сделаешь. Так, почему он так думает? Почему он думает, Игорь? Скажи, почему он думает, что это письмо не выставил? Конкретно ты мужчина. Ответ. Я перевожу. Ну это переведешь потом. уже переведено. Скажи, почему этот Владимир думает, что я... Я думаю, что вы выставите почему-то, я так думаю. Я не знаю, почему. Но почему? Ну что, сказать почему? Да, скажи почему. Почему он так думает, что я его не выставлю? Это все старобрячество. Это в пику, говорится вам. И все. Это продолжение, продолжение то, что вы сказали перед женой. Ему же надо где-то показать себя, что он настоящий, деятельный брат во Христе. А перед кем показывать? С женой они единоверцы. Тем более, что ваша сестра, Валентина, она главный катализатор всего этого письма. Естественно. Что меня... Не надо пальцем мне только грозить. Я-то знаю, как ко мне относится в семье. Я не отношу. Поэтому, если только есть возможность, если есть только возможность что-то обсудить, какое-то негативное, откуда берут, непонятно, ну так, что попало, тоже как здесь набрали, то обязательно обсудится это все в этой семье. И... Конечно, ему бы не хотелось, чтобы это было в интернете. Это однозначно. Как говорят, он накидывает на то, что ты испугаешься, ты любишь, что тебя так охвалили, славили, а я тебе вот сколько врезал-то. И это уж никогда никому не дашь просчитать. Я в первую очередь дал тем, которые... Я думаю, что он вас, конечно, до конца не знает. Так до конца он вас и не понял. А знаешь почему? Исидор Пилосевод говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Больше ничего нет. Если бы так-то сказал, но я всю жизнь должен быть благодатен. Мне он. В первую очередь, я его, он в штиблетах был, с разъезда привезли домой, привел его домой. Он с моей сестрой познакомился. У него бы не было этой любящей жены. Но, естественно, не было бы и детей, и все остальное. Но одно это что-то значит, дальше через меня получили слово Божье на русском языке в семье. И он-то вот это, что он считает, это он набрался на наших беседах. А вот я бы делал другой, было бы много людей. Ну ты-то знаешь, как делай. Но почему ни одного нет, и немного. Ты делай правильно, у тебя будет много, а нет нигде. А как делать, когда дома сидишь? Мы тебя звали, приглашали, были сыновья здесь. Нет, дороже всего день рождения. Так, что кто хочет сказать? Ну самое... Николай, хочешь сказать? Самое интересное это, а что нового? Только единственное новое, что написано теперь. А это все поднималось всегда, не только о вашей гордости, а гордости любого, кто рядом с вами, и моей гордости, и Виктора гордости разговор шел. Постоянно какую-то гордость туда-сюда эту гордость ношу. Вот так всю растянули, у меня гордости уже нету. А почему ты как об этом говоришь? Причину надо всегда найти. Почему? Да конечно надо. Потому что на этом он стоял, а его сломили, и теперь он не знает, как это все оправдать. Ну тогда, это же твоя воля. А почему ты подчинился? Ты же говорил, я буду ходить в храм. Игнатий Тихонович, прояви теперь, иначе, Игнатий Тихонович, да у нас, он то, что говорит вот здесь, и он правду говорит, у каждого к вам есть претензии. Но этот я, который там сидит, этот я, это бес называется, самый настоящий, неверие, который сидит там, и он не хочет, чтобы ты шел на пропасть, чтобы ты действовал. И он все время в сомнениях находится. Почему у нас такая куча братьев не ходила никогда на благовестие? По квартирам когда они ходили? Когда ходили в городе? Да не было, считай, половина братьев не было. А сестер сколько? Это уж начали по деревням ездить. Им деревни знакомы и машины. И тут немножко, как бы, вытащили на свет Божий. А так тоже никого не вытащить. Почему? И каждый скажет, это диктат Игнатия. Это он нас заставляет благовествовать. И сами знают, что Христос сказал, идите проповедовать, благовествуйте. Но, так как Христос им прямо не сказал, а это говорите вы, ну вот, ваша гордость. Ты говоришь не так. Я говорю, надо идти на благовестие. А что ты на мою психику давишь? У меня своя воля. Я только отступиться должен был, а перекрестить, отойти. Да это совесть. У него еще совесть есть. У него есть совесть. И совесть ему говорит, что надо идти. У меня сегодня желание было, еще минутку, познакомить вас с одним человеком, заочно. Я не сказал вам уже об этом, скуратовский Виктор, с которым вот переговариваем. Помогися, Виктор его звать. Виктор. Вы знаете, что был футболист, его даже считали, лучший футболист мира. Пеля. А у него был недостаток. И при том очень большой, слабое развитие и искривленный позвоночник. И сделается лучшим футболистом планеты Земля. Что награжден был золотым футбольным мещом. Из золота сделано. Придумали ему. Так. А как он сумел так быть? Шестилетнего мать привела в спортивный клуб. Мать. И мать поставила задачу сына выправить. Иногда приезжают от скандинавских стран, покупают здесь детей, платят большие деньги. И берут из дома, где уроды. Там заяча губа у ребенка, ухо не на том месте. То есть совсем. И вот я вдруг считаю, показывал фотографии, красавица сидит. А сколько? Ну в первый год мы 17 операций сделали. Понимаете, как они заботятся о детях. Я разговариваю с одной женщиной. Она говорит, я была немцем увезена, ну маленькая там была. И меня, ну там за мешок овса, что ли, купила, говорит, женщина одна. Я ненавидела ее. Она мне говорит, палочкой язык прижимала, как Андрея учили, когда глухонемой, расскажи, как правильно произносить слова. А я, говорит, гнусавая была и говорила. И она положила все силы, что было продала. К лучшим врачам сделали несколько операций. А когда война кончилась, она не хочет уезжать. Она говорит, нет, поезжай, родина твоя Россия, ты там нужна, дочка. Езжай. Как она поросенка ловила под бомбежкой-то. И теперь, говорит, в моих молитвах, она лютеранка, это всегда в молитвах, она приехала сюда. Любить ребенка, это не шоколадками ему до ноздрей рот забивать, не халвой. Это положить все для этого. И вот я узнал об одном человеке, я давно о нем слышал, ну решил поподробнее узнать. И узнал некоторые другие подробности. У него слабое было развитие, японец. Звать его Наоми Уэмура. Кто не знает, запишите. Наоми Уэмура. Это единственный человек, который в книгу Генниса может быть 10 раз занесенный. Он записался в кружок альпинистов. Вот там рядом кузьям, он даже, говорит, ни разу на него не поднимался, нет. Но когда ему уже пришло время, он окреп, теперь он начал усиленно заниматься. Это единственный в мире человек, который в одиночку взошел в высочайшие вершины мира. В одном полюсе, в другом, где он только не был. И вот что он в это время делал? Вот смотрите. Родился он 12 февраля 44-го года. Умер 13 февраля примерно 84-го года. Вот учет получается. 40 лет. Примерно. Обычно так. У святых никогда день рождения не указывается, а кончина точно у всех. Кончина-то. Мы не знаем, когда погиб. А у этого наоборот. Никто не знает, когда он погиб. То есть он исчез, и никто не знает, когда он исчез. Но перед этим что у него было? Значит, вот считаю ее. Он участвовал в покорении пяти самых высоких вершин в мире из семи. И на четырех горах был в одиночку. Это вообще немыслимо и непонятно, как это удалось ему. Вот. Он хотел по северу пройти. И что он делает? Он едет в Гренландию, покупает там собак, хотя до этого прошел по Японии он за 52 дня пешком 3000 километров. В Гренландии покупает собак, и там он находится 9 месяцев, учась, как правильно управлять собаками. То есть в любом месте надо учиться, учиться, и тогда он отправляется на север. Полтора года он тратит сначала на Гренландию, на Аляску, высочайшие вершины проходит. И вот, чтобы ему не провалиться, когда пошел в Торосы, и снегом присыпаны Торосы в пропасти туда, он отказался от всего груза, груз был всего 18 килограмм, и сделал какие-то бамбуковые палки, когда упал, палки по краям, и он по ним сумел выбраться. Но когда второй уже раз исчез, никто не знает, где. То есть более выносливо, трудно, он вышел на четвертый день, на него напал медведь, почти все уничтожил, но не дошел до палатки, где он был. На следующий день он пришел медведь опять, он его застрелил. Нужно ли ему это было? Я беру только один момент, что можно достичь высочайших вершин, смиряя себя, забывая, кем ты был. К этому прилагает усилие апостола Павел, забывая заднее, простираясь вперед. Значит, о том, что вы слышали здесь, вывод только один, помолиться. все-таки 25 лет практически потеряю и ни одной мирной беседы не было. Я даже им сказал, старобрядцам доказать, что они не правы, у меня достаточно одного часа. И когда были у Али как раз, ты-то ему, это зять, почему читал, ты сказал, это зять Владимира, наш брат. Вот. Я вам докажу это, и очень легко. И когда доказал, неполный час прошел, все старобрядцы согласились, да, мы не старобрядцы. Они не знают даже, почему раскол произошел. И они говорят, мы старобряд, да для вас старый обряд 98-го года, который монахи принесли-то. Самый старый обряд, те, которые с первого века как баптисты. Вот старый обряд-то где. А какой у вас обряд-то? Уже тысячу лет в Византии, которые уничтожали друг друга, императоры, глаза выкалывали. Какой там обряд? Я им вопрос задаю, скажите, почему, когда принимали христианство из Греции, приняли двоеперсти, а не троеперсти? Было оно там или не было? Им надо искажать истории, не было. Оно было и в большинстве было. Почему они не говорят, что у них Мельника Федор Ефимович, это их как идеолог, ну, хороший писатель. И он говорит, приводя выдержку из Златоуста, там, старобрядческая история, что молились одним перстом во времена Златоуста. Ни два, ни три не было вообще. Почему не говорите об этом? Ну, я в Златоусту на пятьсот лет раньше жил. На шестьсот лет раньше жил. Почему не берете этот старый обряд-то? То есть везде неправда, ни в одном доказательстве правды нет. А правый регат даже нигде не надо ничего. А это они. Я приношу литературу, там был Федор Гладков, толкование Евангелия-то. Никак. Какую бы книгу не принес, кто издал? Ну, не старобрядцы, они ничего не издают. А это они исказили, все одним махом. Они правильно перевели. Чтобы знать, правильно ли перевели на русский язык Библии, нужно знать в оригинале Вы знаете? Конечно, не знают. А как им знать? Во веки, веком. И на этом все. А если перевести что-то, ну, вложено Фифилакта, нужно знать греческий язык. Вы говорите, неправильно переведено, это все говорят. Неправильно переведено. А как правильно? Ну, неправильно, и все, а это ни коня не издали. Ну, на этом уровне рассуждают. Так вообще, к чему можно прийти? Нужно по-конкретному говорить. Да, я сравнивал, я смотрел. И вот такие там слова. Прямо более златоуст, когда выходил на проповедь, у него четыре перевода, перед ним было. Симах, Феодатион и Акила. И перевод семидесяти. Семь переводов Нового Завета, Ветхого Завета. И он по ним брал лучше, более сильно выражающее, ничего не отрицая. Здесь полностью набок все опрокидывается. Ничего не сделать, если мы ни от кого не будем ничего принимать. Вот это, ну, Амурин. Он совсем не христианин. Я из него так многое взял. Я сумел бы это сделать. Я решительно говорю, никогда. Я боюсь даже зайти, когда мороз, вот до сюда. А он на Северный полюс один. И только в Антарктиде он погиб. Единственное, что неудобно. Он достиг вершины на обратном пути. Это единственный в мире человек, покоривший Северный и Южный полюс один. Из семи высочайших вершин пять покорил. Хороший пример? Никогда не слагай руки. Старообряд, если я бы сказал, и этого даже не знал бы. Да. Но я хочу сказать, что в последнее время что-то очень мало нападок на вас сатана-то употребляет. Ну, это должно было случиться когда-то. Потому что он сказал так, Христос, поражу пастыря, и рассеются овцы. Ну, и что тут, как говорится, греха таить, мы знаем, на каком уровне стоит Игнат Тихонович. Он там говорит про учительство и так далее. Ну, вот это вот община. Ну, у меня Игнат Тихонович лично ассоциируется с фотографией, под которой вот там вот написано «Думы и мы и думы», где он в таких коротких этих холщовых штанах сидит на берегу пруда. И вот так задумался. Я говорю, о чем вот вы тогда задумались-то? Думы тут все... Мы с ним разговаривали там по стихотворению. Он говорит, главная, говорит, была мысль, как сделать так, чтобы люди приходили в православие и оставались, ну, становились истинно верующими, правильно могли родиться свыше. Как это сделать в православии? Невозможно сделать. Как общину создать истинную, чтобы вот единодушие людей было, и оно выливалось именно в православие с иерархами, с епископом, со священством? Как? И, говорит, вот у нас эти вот думы были, и мы, говорит, всегда обсуждали вот это вот, рассуждали. И вот... Понимаешь, как вот мы близкие знакомые, близкие дружили с ее мужем Анатолий Кузьмич Петеримов. И он одно время ходил на занятия. И он подкинул мне вопрос. Я отвечаю на все вопросы. А как вы смотрите, баптисты, это церковь или нет? Я что должен... Он задал вопрос, мой друг. А он баптист. Как я отвечу, старообрядцы поцелуют этот ответ. Но баптистам я не могу угодить, я не могу на всех угождать, я никому не угождаю. Я говорю, баптисты во всех отношениях лучше нас. Если взять сто православных, даже сравнить не надо по нравственности. Но они не церковь, у них нет рукоположенного священства. Все. И он разобиделся, мне позвонил, больше не звони мне, я обо мне не молюсь, и я тебе не буду молиться. Вот так? Вот она, жена его сидит. Ну не могу я вам угождать всем? Мне нравится выражение пророка Иеремии. Но знаете, был среди вас пророк. Я не пророк, я возвесел о пророке Иеремии, который это говорит. Не надо щели грязью замазывать, когда стена уже рушится. А что можно сделать православие? Ничего нельзя сделать. Это невозносимо. Я про это говорю. Условия, в которых я тружусь, ни один человек не трудится. У меня были бы уже сотни общин, где люди приходят. А я их этих людей отправляю к попам, а они в этот день на исповеди. Они приходят, батюшка, к нам приезжали, люди говорили, говорят, что надо просить священника, ехать к епископу. А кто? Игнатий Лапкин. Да вы знаете, это юридик. Вы забудьте про него, если хоть какая литература есть, от причастия отлучил. Доказать не надо. Завьялову, Александр Гребенюк и другие. Я ничего не могу взять? А ты тогда не посылай. Я не могу. Я не образую ни сие, кто ничего. Где бы я ни проповедовал 50 лет, я людей направляю в патриархию. В патриархию. И они меня ненавидят, лютая ненависть. И что я должен? Ну могу я избавиться от нее, если она дома пожирает детей? Эй, слушай внимательно. Когда родители не разрешают детям в церковь идти, это как ехидно пожирающие детей. Спрашивают, что можно сделать? Ничего не сделать. Молитва, которая была у Павла, осталась неотвеченная. Я говорю, трижды молил Бога. Плоть. А так кто? Гонители непокоривые? Он говорит, довольны для благодати моим. Тебе слишком много дано. А без гонения Богу дело не угодно. И он посылает тот самый близкий. На каком бы ни было у нас там разбор слова, он всегда против поставит. А меня там нету. Ну нет у меня, зачем обо мне говорить-то? Это перехлестывающая обида, что он никогда не сможет стать таким свободным, как я. Речь идет не о праведности. А то есть о свободе, в которой я работаю. Надо мной никто не давлел. В моих книгах не было по указке епископа. Батюшке написано ни одной строчки. У меня что-то неясное. Я копаюсь в книгах. Достаю святых отцов. Достаю каноны. Для них нету. Ну скажи, ты любишь каноны? Да. Скажи, почему старообрядчестве до 300 лет почти всех рукополагают? Вы признаете Стоглавый собор. На нем два правила, которые запрещают это делать. Шестой Вселенский собор. Рта ведь не раскроете. А я об этом говорю и кричу, и патриарху, и всем письма пишу. А они никому не напишут, они сразу голову отрубят. И он в этом внутреннем содрогается. Такое унижение дает. Ну куда? Туда выпрестнуть гнев не может. Он гнев выразил собой в Пугачевском восстании, но не поддержали. Они нигде, это гнев, бушующий внутри на то, что с ними случилось, 300 лет. И оно генетически передается. Я пришел к старообрядцам. Первое, что услышал, к ней конянам не ходить. Это первое. У меня Надежда Васильевна, она из старообрядческой семьи. И у них, кажется, два деда расстреляны. Это святые. Их канонизировать даже не надо. Чувств. И все это у них на генетическом уровне. И вдруг я не старообрядча, и все вместе старообрядцы не делают. То есть я иду к людям, несу слово Божие открыто. Ну, ты говоришь один брат. Брат. Ну и где-то надо дойти до этого состояния. Кто-то из наших, не знаю, кто Нина или кто старообрядка. К слову, когда съемка шла, и она зашла, она мгновенно отвернулась. Почему? Они зарежут, духовно имею в виду. Она мгновенно отвернулась, чтобы... Вот смысл-то какой, чтобы родные не увидели, и они его отлучат сразу. Это животный страх. Своих же, никого-то. Они боятся непатриарших. И она в дверях сразу повернулась, и вот так вот. Вчера. Не позавчера, вчера. Это прекрасный человек, ее родная сестра, сестра моей жены. Но может по-другому? Не может. Не может, понимаете, он не может человеком по-другому быть. Это природа, надо бы родиться свыше. И когда я сказал, надо бы родиться свыше, все, сектант. Последний раз я встречаюсь с сихтерно-святителем Алипием в Москве. 92-й год. Они обо мне много слышали. И приглашают. Ну что вы ушли к Неканьянам каким-то, ну, православным. Я говорю, мне сказали, какое-то отлучение на меня есть. Я ничего не знаю, как вы заочно могли отлучать, когда я там уже не ходил. Я говорю, пошли, долго там искали, искали, приходят, нигде ничего нет. Говорят, ну будем считать, что ничего нет. Тут же Антонов Александр сидел. Я говорю, так не пойдет. Вы найдите сначала. Потом он постоял, и меня сам архиепископ, это как у нас патриарх Кирилл. И он говорит, скажите, а вы как считаете, причастие у Неканьяна истинное или нет? Я говорю, безусловно. А что вы уже разговариваете с ними-то? Разговор окончен, но деятельство закончено. Тебе что еще доказывать? Это на уровне богохульства, самого страшного. То есть в греческой церкви, болгарской, сербской, все православные, об астрифтов уже не говорим. Все это ничто, и причастие литургии ничто. Вот что ведь есть. Это мне говорит не Володя, а это мне говорит Олимпий, присутствие Леонида, Леонтия и Александра. Это все так говорят. Потому что такого, как наш батюшка, ты где еще найдешь? И родная сестра намертво запретили, ни разу ноги больше не положила. Почему? Ужас. Единственное, кто не смотрел на это, моя мама. Она все равно приходила. Она любила богослужения и приходила. И они это сразу почувствовали и попятились впереди. Это единственный человек, которого я знаю. Она приезжала сюда, здесь Никола Думнов, она привозила там десятину, все отдавала. А когда богослужение, она приходила. И только говорила, детки, обратитесь в истинную веру. Продолжалось свое, в истинную веру старобряшество. Но они ее не трогали. Говори. Вот все, что мы разбирали, вот все, что я слышала, это я, у меня внутреннее вот такое состояние. Как вы пример привели сейчас про эту женщину, которая взяла ребенка из дома инвалидов и сделала из него нормального человека, который потом бы служил людям. Так вот я себя, Игнатию кланяю за то, что он меня взял, вот никакую, совершенно потерянную, никакую, для Бога ничего не значащую, и дал мне знание, дал мне веру, через которую я приняла полное погружение, и я стала верующей. Для меня теперь есть жизнь, которая будет не только на земле, но и там я хочу быть со Христом. Поэтому я хочу быть той, над которой, чтобы вот именно давление, над которой вот как можно сделать из ничего что-то, нужно человеку потрудиться. Мы ходим на работу, трудимся, а здесь трудиться над нами, над нами. И нам нужно, вот для меня лично нужно было вот такая строгость, вот такое отношение, чтобы я не мнила о себе что-то. И поэтому я смиряюсь пред Христом. И я благодарю его за то, что он мне послал такого учителя, который превратил из меня, вот никакую превратил в христианку. Я сейчас христианка. Я сейчас православная христианка. Я люблю Евангелие, я его каждый день читаю. И оно мне каждый день открывает и открывает. И я слушаю его слова, которые он здесь написал. У меня такое ощущение, что дьявол знает Слово Божие очень хорошо. Очень хорошо. Он говорит только Словом Божием. Он не говорит, как мы-то говорим между собой там. Он говорит только Слово Божие. Тут я услышала только Слово Божие. Но оно было направлено на кого-то, в осуждение кого-то, а не в себя. Оно не шло в него. Он не видел, что он-то должен прежде отречься с себя. И принять Слово Божие как бы на подготовленную, на спаханную почву. А он это все, Слово Божие, кидает к Игнатию, который трудится, который что-то сделал. А он жизнь прожил и ничего не сделал. И нападки, я считаю, это прямо нападки... Результат этого письма одно. От меня низкий поклон Владимиру и благодарность. Вреда никакого нет. Он привел места писания, которого бы у него никогда не было, если бы мы не встретились. Я рад, что он цитирует места писания. Для меня это бальзам. Я еще раз читал и думаю, ну, его я тут превалирует. Но в конце он понимает, я тоже не воздержался, вроде спылил. Ну, это ладно. Это все переходимое. Один вопрос. Может ли у него за состояние выйти? Не может. Вот это самое страшное. Ему никогда не выйти. Никогда. Это раздавленная личность. Как это раздавленная колесница по червяку, когда проедет. Он перерубленный уже. Не может он другим быть. Почему? Над ним система, которая не разрешает ни с кем встречаться и нигде не принимать. А перед своими они рта нигде не раскроют. У нас как бойствовал, тут такие слова говорил Волков. Туда приехал полное молчание. Почему? В ограду от метеля так, говорит, о ребра не сосчитаешь. Все закончилось. Там он по одной нитке ходит. Но мы-то не так. Мы старобрядцам дали здесь не меньше 15 человек. И оттуда кто приходит, да, настоящие. А у них как? Вышла замуж, нажила детей. Это можно. А дальше не надо. Махнула, говорит, подолома, куда угодно пошла. У нас просится выйти замуж. Батюшка благословил, ну иди. А он ее что? А ты еще не старобрядка, надо довершить. Довершил. А дальше не женились по разным причинам. Все, она ушла в мир. Они об этом молчат. А я-то знаю их всех. И вы знаете, о ком говорю? Настя Косолаева. Где она? Полностью ушла в мир. Блудная жизнь. А ведь у нее определенный человек, которого за это в церкви Новосибирска не отлучили. Ничего нет. Он еще, не поймав медведя, уже шкуру обдирал. Я подробности знаю не от кого-то, а от сестры родной. А батюшка благословил, потому мы их признаем за церковь. У них истинное рукоположение от митрополита Али... Этого... Амвросия. Кто у них? Амвросия. Амвросия. Вот. Грек. Он был на запрещении. Его долго не признавали никак. Это настоящая церковь. Настоящая. И нам нужно молиться друг за друга. Он не может быть другим. Быть другим, это значит приговор смертный вынести самому себе. И всей семье. Единственное у них, это его сын Андрей. У нас безболезненно пришел. Он молится, это его сын Андрей, который там живет. Прекрасные отношения. Я был в Новосибирске нынче, у его детей. Ночевали мы у Алеши. С Оси уже говорить не надо. Мы со всеми отношения хорошие. Но они-то выросли в семье, где я приезжал, и всегда шли Слово Божие и беседы-то. Их семью не надо говорить, что она одинаковая. Ты знаешь, когда женился Алексей, это Илья брал, так там, что там, долгов другие. С этими усинами покончить надо. Ты знаешь, какая ненависть была. И за что? За что? Что она полюбила другого юношу, достойного ее, а не за того, кто отрешил. А они свободу воли понятия не имеют. Это он у нас набрал со слов-то и полюбил это слово. А теперь я такой, я диктатор, да я глупой, я говорю громко. А кричать на человека я буду молчать месяцами. Мне говорить есть о чем, но я умолчу. Вот на меня сколько нападает в интернете? Ну на сто, допустим, нападок, я только на одно отвечаю. А зачем? Я вижу. Я мгновенно его высчитываю, посмотрел, какие у него фильмы, видео. Я вижу, с ним говорить бесполезно. Зачем разжигать его? Начинает хамить, его в черный список отодвинул. Из сто присланных мне писем, это пять тысяч шестьсот человек-то. На сто примерно одно, только отрицательное. Вы грязью поливаете церковь, грязью церковь. Какая грязь? Какая церковь? Мать церковь. Первое, что там не мать патриархия. Это первое. А во-вторых, грязью вы замазываете, а я освещаю, что это грязь, и надо ощущаться. Ощущаться через истинное полное покаяние. Игнатий Иханович, спаси Христос, что вы у нас есть. Спасибо, Господи. Пришла вчера газета, Алтайская правда, это центральная краевая газета. И смотрите, фотографии. Прошлых лет наши фотографии. Фрося и Ливия. Фрося-дробот. Спрашивается, почему они берут наши фотографии. Для центральной газеты. Теперь я узнал, зарубежная пришла с Австралии. Потому что это лучшая в мире фотография. Среди тысяч фотографий они ни одной не нашли, только нашу. Почему? Они же фотографируют день и ночь. Это профессиональные фотографы, получившие не какую-то там награду от Путина. Как Каспришин там, Балабой. Люди, которые получают премии на международных фотоконкурсах. Но наши на первом месте. Еще небольшая новость. Когда-то Сергей Пупков вот такую вот пригласительную сделал. Но они кончились. Брат Володя, поверни на него, покажи его немножко хотя бы. Вот он стоит. Он не посоветовался, пошел в одну из типографий здесь. Не там, где мы печатаем. И заказал таких на пять тысяч рублей. Почти по рублю. А у нас по пятьдесят копеек. Ну, может быть, теперь тоже дороже. А здесь ничего. А у нас так много, можно было написать. Пробел. Вчера я ему выговорил. Почему? Он сделал с добра. По-хорошему. Но без совета. Без совета. Ничего нет, это новое. Данные все те же, как там были. Но без совета нежелательно делать. Вы нас так много могли сказать на YouTube показать здесь. YouTube на этот, ну, международный ящик всех кинопильмов. Я там сейчас работаю. Позавчера 24 часа просидел там. Встаю ночью, встаю, заряжаю, встаю, заряжаю, закачка идет. Сейчас уже пошло. Это означает, что я не спил. Не спал. Напечатать не могу. Еще что, смотрите. Вот журнал Москва такой. Ну, это еще те годы. Показывает Сергия Радонежская. Просчитай вслух, в чем написано. Вчера на столе нашел. Да, здесь что-то написано-то. Явление Святой Троицы преподобному Александру Свирскому. Ага, Свирскому. Ого, икона 17 века. Да, да. Еще там. Однажды он удостоился верить самого Бога, явившегося ему в трех лицах. Да, да, да. И беседовать с ним о том, как создать церковь, построить монастырь и собрать братьев. Жития святых на русском языке изложены по руководству Читих Меней, святого Дмитрия Ростовского. Так. У меня сразу вопрос. Я не согласен с этим. А не согласен с чем? В первую очередь, Троица сразу никогда никому не являлась. Ни одному библейскому персонажу, ни святым апостолам, никому. То есть они уже не знают, как возвеличить Троица. Если можно было бы, они сказали, что все небо опустилось. Но, однако, так и теперь. Считаю, в Библии такое, что Христос вчера, сегодня и во веки тот же. Если там были явления, явился некий македонянин, то зовет, приди, помоги нам. А здесь, наоборот, в обратном порядке. И людей из мира взять, составить монастырь, как монахи будут. Бог не изменяется. И поэтому таким видением я абсолютно не верю. Считаю, это подложие. Или монахи это придумали. Или сатана навеял такие мечтания. Христос вчера, сегодня, во веки тоже. Христос нигде не говорил. Пройдет тысяча лет, я буду учить людей прятаться от людей и в пустыне где-то спасаться. Этого нигде нет. Почему я об этом говорю, а другие не говорят? У меня внутри это на другом уровне. Внутри мне голос говорит, протестуй, говори правду. Я вчера здесь нашел. Надежда Ивановна Пальгуева. Вот смотри, книги вот такие я даю. Кто слышал такую? Галина Куликова. Кто не знает ее? Я посмотрел 20 книг. Кто-то принес ее книги, все сказки пишут. 20 книг. Вот на обратной стороне. Ну здесь вот такие вот. На, посмотри. Никто не смущается, полный портрет ее. Посмотри. Это вообще большим тиражом. Там тысяч 50-70 книг. Подавай. Это разные, разные, разные. Вот другая где-то, и никто этого не боится. И при том информативности никакой эти портреты не несут. Я к чему говорю? От того, когда я вот это вот сказал, что я думаю поместить. У меня сделали замечание, я остановился. А надо ли это делать? И вижу, что никакой тут криминальности нет. Вот этот список. Вот этот человек идет. Идет с посохом. Я это иду и делаю, и проповедую. Это я решил повесить на второй странице. Почему? Ну не на первой. А на тех у меня везде будут. Из Гестава до Рыб взятых. Ну все. Посмотрела, узнала. Тут оно обрежется. Я просто не понимаю, когда люди говорят, на чем это основано. Это случайно ко мне попали в руки. Пожалуйста. И при том это во всех больших библиотеках. Ну я в печку выбрал все это. Выбрал. Там мерзость одна. Вот они, пожалуйста. Какие книги. Вот такая книга. Сколько она стоит? Прочитай слух. Не вижу. Ну 300 с чем-то страниц. Прочитай. Прочитай. Сколько? 280 рублей. Представьте, 280. И сравни нашу книгу. Вот какая. 200 рублей по сегодняшний день. 280. Притом склеена. Там в руки бери, она вся развалилась. И одна мерзость написана. И продается 70 тысяч экземпляров. Нормально? Я не могу не делать сравнения. Потому что то, что у нас идет, идет не просто за бесценок, а бесплатно. Если нынче мы книг подарили на 3 миллиона 150 тысяч, это что-то говорит, наверное. Значит, издание новых четырех книг, стихов у меня, появляются некоторые такие как бы намеки, что люди эти могут появиться. На днях ко мне приезжает человек, который мог бы помочь, но я не прошу. Я не прошу. Притом этот человек не нашего круга совсем. И он, этот человек не нашего круга, дал Бог Евгения и спасет это. Три раза ездил на благовестие по району на своей машине. Оставил всю работу, все. Что сравнивать одно с другим? Ну какое сравнение-то? Да мало того, он книгу выкупил. Раз перевел счет, но одна книга была им выкуплена. Теперь я ему стал говорить, вот такое дело. Он нынче не урожает, и очень трудно. И он говорит, то дело такое, что его узнали, что он со мной ездил, его там притеснять начали. Притеснять. Даже мирские власти, брат, по сегодняшний день, когда такая свобода. И он говорит, меня должны были избрать где-то в единое Россию, а я туда не рвусь, говорит, мне что. То есть и там им закрывают. Я не все расслышал. Вчера мы долго с ним беседовали. Я попросил много семечек, он три полных мешка привез вчера мне. Моим голубям. Это люди, которые рядом. И он мог бы, я говорю, Женя, помни, это все у тебя останется на этой земле. Если ты сможешь, Евгений его звать, ну рядом село Подстепное у нас. Ну, с кем-то поговори. Я, понимаешь, я к чему говорю. Ну один дом хотя бы выкупить, это 340 тысяч. Ну можно 4, тут понятно, что. Никогда мне не ездать. Никогда. Хотя бы я день и ночь трудился, еще 200 лет жил, такую сумму мне не собрать. Значит, возьмите его в молитву и память Евгении. Он уже помогал, это мой спонсор. Но нынче был у него большой неурожай, и поэтому... Еще спрашивают. Он вначале 45 гектаров, сейчас он владеет 6,5 тысяч гектаров. Его очень далеко знают до Санкт-Петербурга. То есть мне не ездать, я только прошу помолитесь. Если Господь благословит, значит, так это будет. Так, вопросы? Ну? Я вас сегодня на уме, уэмуром вас познакомил. Никогда не станете. Не думайте, что я живу в холоде и замерзаю. Вот человек. Один. На высочайшие вершины мира подняться одному. Этого никогда никто не сделал и не сделать. Гибнут целые экспедиции. Как он прошел, никто сегодня не знает. И все говорят, возможно, без шерпов, без этих проводников, все до одного альпиниста говорят, это невозможно, это сказки. Но посмертно его наградили чем-то там в Японии. Даша, я не стал считать просто. И так понятно. 40 лет. Вот, пожалуйста, пример. Господи. Он говорит, Тиру и Сыду не отраднее будет. Стариста Савская обличит. Этот номер, он не осюдит ли нас? Если он, будучи не спортсменом, и так себя довел, тренируясь как пыле, то почему ты все время жалуешься на какие-то болячки, все, я не могу, куда ни позовешь, не могу. Придется отвечать когда-то за это. Нужно научиться все это поборать. Не станете, не хвалитесь болячками. Скажи, я могу все в укрепляющем меня Иисусе, Он мне поможет. Он тебе позволил сегодня прибыть. Все. Ты сюда не пришел не потому, что ты хороший, потому что Бог благословил. Мы сегодня считали эпиграфом, я беру ко многим своим выступлениям, Матфея 22 глава. Они стали извинять, как бы извиняясь. Причины какие. Пойду посмотреть поля. Кто же поля покупает, не посмотрев-то? Это явно что лжет. А другой валов испытать. Да машину-то испытывают, когда не купили, а не когда купил дома испытывал. А что испытывают? Уже покупателей-то нету, продавца. А третий женился. Такие глупые отговорки, но в них заключено все наше вот это. То жена, то... Ну, разная-разная причина на работу, там скользящий график. Причина одна. Нелюбовь к Богу, бесстрашие. Нелюбовь к Богу и бесстрашие. Ты пришел на встречу с Богом, а попутно у нас и встреча с друзьями, с братьями, с сестрами. Вот какая причина. Я из этого тоже выжимаю. Мне сегодня один сказал, а работа такая у меня. Если я не приду, напарник не может. Что мне делать? Выбери сам. Вот этот герой веры, Александр Иванович, вот кто написал, Володя, его отец. И он на работу в сталинское время не выходил в лагерь. Вы даже не представляете, что это. Это означает смертный приговор. Его в ШИЗО, и он сгниет, он никогда больше не выйдет оттуда. Но он такой специалист по всем областям, он и только репрезеровщик, и заказчик, что начальство тюремное без него не могло. И вот он не вышел на работу. Начальник его в лагере вызывает и говорит, ты почему на Усинов на работу не вышел? Он говорит, так праздник сегодня же, Рождество. А он, Рождество попало на вторник. Да какое тебе Рождество? Ты враг народа. Ты дармоед тебе? Он говорит, я дармоед, господин начальник. Да-то ты дармоед. Сидишь, штаны тут протираешь и ничего не делаешь. Гробишь людей. Ох, как он разговаривает! Это он все мне рассказывает. Уже договорились. Ну ладно, я бригадиру сказал, чтобы ты заранее говорил, когда праздник будет, чтобы тебя не брать на работу. Но ты отработаешь. Ну-ка ты работаю. Я два-три раза в две смены проработаю. То есть везде можно постоять за себя. Я был в лагере. И у меня такая же ситуация была. Но я на это не пошел. Ростом я пониже и духом пожиже. Пожиже, да. Ему снилось, когда бороду стали. И он не давался. Его, значит, диваном завалили шесть человек. И туда рукой под диван-то. И бороду наполовину выдрали. Я пожиже. Я просто стоял и плакал. Меня стригли бороду. И в бане стоял каждый раз. И меня обрели. Я не сопротивлялся ничего. У меня такой путь. Мне необходимо было людям засвидетельствовать о Боге. А он герой веры. Он мог так сделать. Я признаю, он выше меня на десятки этажей. Но я не могу так. У меня другая задача была там. И мне путь открыл Господь к начальству, ко всем. Я свидетельствовал там. И преступники были на коленях. А я его спрашиваю, было? Он говорит, такого у меня не было. Вот и все. Это другой. Теперь тот уровень, о котором я говорю. Он был не заслежен для него. У меня другой опыт. Он шел по старообрядческой. Я иду в новозаветнем евангельском духе. Но он круче меня. Он был на войне. Он видел то, что я во сне даже не видал. А дети? Дети не вон сагар. На детях природа отдыхает. Даже их и Бога благодарит. Повторяю письмо, я воспринимаю это как доброе желание, чтобы я был другим. Только и всего. Но с чем вызвано, я это разъясняю. Так, что я хотел сказать? Да я хочу сказать, что, конечно, если бы не Слово Божие, я бы в православии не была. А истину Господь вот тоже только через Игнатия я узнала, стремилась. Баптическая, природная. Потому что и дед, и бабушка у нас все были, и тетки, все были они в баптизме. И нужно родиться свыше человеку, чтобы одно нужно родиться свыше, и тогда будут другие мысли и другие желания. Он говорит, подожди-ка, он говорит, ближе, это другое, он называет здесь самое отрицательное, которое за грань христианства меня выносят. Мы с тобой сколько лет знакомы? 40. 40. За 40 лет то, что называют, ты во мне это видела? Да. Видела, что я от гордой, надменной... Нет, ну что я видела христианин. Я отталкиваю людей, окружение мое, люди страдают от меня. Ты страдала от этого? Нет, я не страдала. Я страдала от греха. За 40 лет то. Эго наше страдает, эго страдает. Ну это как раз о чем речься. Оно и должно. Я желаю от этого отречься. Простите меня, перед кем я не могу. Я очень благодарна Игнатию, что Игнатий и муж мой, они сделали с меня что-то. Да, Надюша, пожалуйста. Около 10 лет назад, даже больше, чем 10 лет назад, я лично слышала от вас слова такие. Вы сказали, я гордый. Ну, еще. И вот с тех пор я все время думала, думаю, а ведь это естественно. Потому что в Библии написано, гордость надмивает. Ну да. И тогда я задала вам вопрос такой на занятиях. Как победить гордость? Да. А вы тогда очень много готовились к занятиям и вопросы подбирали. И тогда вы ответили. Гордость победить нельзя, но бороться с ней надо всю свою жизнь. И поэтому я однозначно просто восхищена этим Владимиром. Такое написать это очень непросто. Да. Вот. И думаю, что вы абсолютно правы, что вы благодарны ему за это письмо. Да. И другое. Прошлый раз, который мы беседовали, выставлено, сразу же поддержали его позиции еретики. Одни еретики. Правильно, святым молиться не надо. Что вы думаете? Вот этот Владимир, мы не знаем, кто он вам относится. И женщина сидит, что-то молчит. Что же нет-то? Вы заблудились. Куда вы людей ведете? То есть все еретики поддержали только его. А почему? Что доказывается? Это их учение. А ролик один или два ролика? А? Ролик один? Один. А вот этот будет. Потому что он не с начала записи делает. Не с... Он... Его... Окно было открыто, и ничего не видно. Нет-нет, тогда чернота одна шла. И мы... Я начал, ну там, допустим, минуты три всего только. И ничего не видать. Только силуэт какой-то стоит. Тогда штор поопустили и стало. Только это. А где... Больше ничего там не было. Тут батюшка была. И там показать нельзя это было. Там одна чернота, а вообще ничего нет. Пятно идет и... А потом уже... Свернули. Просто сам вопрос его... Уже вопрос его не был услышан? Уже не было услышан. А потом дальше понятно. По контексту разговор. По контексту. Ну, он все время отвечает, а он все препятствует, препятствует. Вопрос, если я задавал кому-то... Вот Александру Ивановичу я задал вопрос. Александру Ивановичу, его отцу. Я сильно хотел знать толкование откровения. Сектанты не знают. А если есть, то все разномыслят. И я у него спросил, Александр Иванович, а есть? Он говорит, есть. И оно, это толкование, говорит, у меня есть. И он показал Андрея Кесария Кападокийского архиепископа. И он мне ее дал. Я взял ее на церковно-славянском, да еще на таком древнем языке. Для меня это была не преграда. Я мгновенно сел за изучение этого языка. И перевел ее всю книгу в песенном виде. И по ней повел, тогда вел занятия. А уж потом отцу Геннадию попало в фасту. А тот всех святых отцов нашел, что говорили по откровению. И в этот труд вышел по благосостоянию патриарха Алексея. Полкование на апокалипсис. А я включил третий том. Вот и все. Видите, как все увязано здесь. Это от Бога. Если ты жаждешь, Бог даст. Но относиться к этим словам нужно серьезно. Я получаю ответ от Бога. Пора за мной. Да, все, благодарю Богу. Можно я всех такую истину. Блажите Тя Богородицу. Приснов блаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую хирургин. И славнейшую без сравнения серафин. Без искрения Бога слова рожьшую. Сущую Богородицу Тя величай. Отец наш Небесный. Великая благодарность Тебе во имя Иисуса Христа, умершего за наши грехи. Что Ты позволил нам собраться этот воскресный день, прославить Твое Святое Имя. Благослови брата Иакима. Продли его жизнь. И все наши встречи, да будут благословенными. За все, что случается с нами, хвала Тебе. Благослови там Владимира и семью его. Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Так, мы собираемся после занятий с Петром Андреевичем. Такие наказы будут.